поезд мчится к морю на прибрежной полосе не души хотя за окном жаркое лето военное август сорок первого пункт назначения сочи он принимает первых раненых теперь это не курортный город госпитальный прибывают сюда и лучшие медики из разных городов советского союза в их числе и врач николай раменский человек удивительной судьбы в ней ярко отразилась судьба отечества которому во все времена беззаветно служил доктор раменский его награды хранятся в музее истории города сочи рядом с боевыми орденами великой отечественной царский крест николай васильевич носил ее всегда даже в то советское время когда это было под запретом не снимал с руки и необычный перстень он так и называется перстень раменского этот перстень оригинален тем что в нем вместо драгоценных камней отделка его сделано из артиллерийских снарядов их было 4 один потерян только не 4 а 3 снарядика 3 снарядик туда маленький шрапнельный стаканчик вытащил этот перстень тоже награда особая солдатская и доктор раменский считал ее одной из самых главных в своей жизни родился будущий военный врач в харькове в 1897 учился в петрограде гимназию закончил с золотой медалью военно-медицинскую академию с отличием тогда же в свои 22 он получил и 2 диплом историко архитектурного института николай раменский всегда все успевал учиться и знаниями делиться лечить людей родину защищать и научные труды писать он во всем был особенным знания фундаментальные облик богатырские душа широкая небольшой книги в сводках не сообщалось сообщается в сочи доктор раменский прибыл с огромным чемоданом и столь трепетно оберегал его что все решили там несметное богатство и не ошиблись чемодан тут был доверху на полным драгоценным медицинским инструментариям новеньким фабричных упаковках его николай раменский приобретал еще в мирное время так на всякий случай а под ним на самом дне богатство сугубо лично царское награды первой мировой те самые мы смело тогда студент медицинской академии раменский стал медбратом и солдатом русской армии смелым и умелым георгиевский крест за спасение раненых прямо на поле боя орден станислава с мечами за их эвакуацию под огнем противника случалось юному медбрату коле и санитарную сумку откладывать в сторону и браться за трехлинейку так было и на другой войне гражданской защищать молодую советскую республику тоже довелось николаю раменскому на полях сражений был он дважды ранен тяжело контужен но по-прежнему ничего не боялся и вновь рвался на фронт теперь уже подполковник медицинской службы раменский на третью в своей жизни войну великое отечественное но получил отказ и приказ служить родине в городе госпитале сочи и очень скоро николай раменский возглавил группу хостинских госпиталей вот фотоальбом одного из них его самолично собирал николай васильевич здесь мало его собственных снимков и это говорит о многом главным для доктора раменского был не он сам а люди и его дело которому был он бесконечно предан сутками не отходил от операционного стола и внедрял все новые и новые методы лечения и реабилитации и заботился о всех и каждом и пользовался безграничной любовью и уважением медперсонала и раненых и очень ценил это отсюда и тот самый перстень одному из бойцов пуля не оставила шансов на жизнь но хирург каменский сделал невозможное операция была очень сложная и два осколки извлекли а третий осколок был почти у самого сердца извлекли этот осколок его николай васильевич и вручил солдату на память а когда боец поправился то сразу отправился в слесарную мастерскую при госпитале и однажды ко мне входит в кабинет боец я даже его сразу не узнал поправился порозовел разрешите говорит обратиться товарищ начальник а бодня я будет выписываешь ну поздравляю рад за тебя а я вам маленький на памятку какую а вот говорит помните вы мне стальной осколок дали я из него колечко вытащил три снарядик туда маленький шрапнельный стаканчик вытащил чтобы вы может когда на память я враги когда на память и я буду постоянно носить его и долго носил пока не решил передать его музею истории случае после войны не покинул бывший город госпиталь николай раменский его знания и опыт оказались очень востребованы в сочи и стал он главным терапевтом сорок шестом город здравоотдела а через 10 лет и всего курорта сочи и появились по службам списке николая раменского новые награды благодарности почетной грамоты в шестьдесят первом николай раменскому было присвоено звание заслуженный врач к сфср а главный терапевт главного курорта страны по-прежнему успевал все много работать читать лекции успешно заниматься наукой список его медицинских трудов постоянно расширялся а выйдя на заслуженный отдых дома не сидел не в его характере пока позволяла здоровье занимался общественной работой и был в гуще событий всегда и никогда не забывал бойца митил который сумел превратить стальной осколок смерти память о спасенной жизни в памяти этот митя по моему фидачеевич кажется митя ботни у меня остался в моем в моей памяти и откровенно говоря в моем сердце сердце доктора раменского остановилась в 1987 ему было 90 лет без малого 50 из них николай васильевич роменский отдал служению городу сочи и и Субтитры создавал DimaTorzok